До начала летней оздоровительной кампании осталось меньше месяца. Как проходит приёмка лагерей дневного пребывания, где и как люберецкие школьники проведут свой досуг на каникулах, расскажем в сюжете. Лагеря дневного пребывания будут работать на базе 33 образовательных учреждений округа с 10 июня по 5 июля. Чтобы ребята комфортно, с пользой, а главное, безопасно провели время, в школах началась подготовка детской летней оздоровительной кампании. Необходимо усилить контроль за подготовкой организации к работе, включая соответствие санитарно-психологическому и трудовому законодательству Российской Федерации. Требуем антитеррористической и противопожарной безопасности. В том числе необходимо завершить уже все работы по аккорицидной обработке территории и никаких приключений, связанных с крещами и так далее, с другими насекомыми у нас быть не должно. В пришкольных лагерях детей ждёт 8-часовое пребывание с бесплатным трёхразовым питанием, дневным сном, играми и спортивными эстафетами. А более 230 ребят отдохнут в оздоровительных лагерях Подмосковья и Черноморского побережья. В первую очередь путёвки получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, участников спецоперации и оставшиеся без попечения родителей. Кроме этого, мы с вами проведём слёт воспитанников спортивных школ и секций «Лагерь настоящих героев» в «Патриоте». То, что у нас проводится ежегодно, спасибо Министерству образования Московской области, которое выделяет нам путёвки бесплатно. У нас 79 школьников в этом году поедут в «Патриоте». Проведут в округе и военно-спортивный слёт для несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы профилактики. Всего в летний период путёвками обеспечат более 3,5 тысяч люберецких школьников от 7 до 15 лет.